Евреи и евреи Недавно профессор социологии Эфраим Яр из Тель-Авивского университета провел опрос среди арабов и евреев. Он предложил им рассмотреть 14 факторов в порядке убывания важности и степени их влияния на мирный процесс между Израилем и арабскими государствами. Арабы поставили фактор воля Бога на первое место, евреи на последнее. Не нужно быть ортодоксом, чтобы понять, мы являемся свидетелями трагедии Израиля. 2000 лет еврейский народ, благочестивый и державшийся Бога, глубоко преданный иудаизму, молился о возвращении из изгнания в собственное государство. Вряд ли кто-то из них мог предположить, что когда чудо свершится и возникнет еврейское государство, его граждане, свидетели невероятного чуда, возвращения из двухтысячелетнего изгнания, поставят Бога на самое последнее место в списке движущих сил истории. Не нужно быть фанатиком, чтобы понять, какой духовный холокост разыгрывается в еврейском государстве. Например, об этом пишет газета «Идиота Харонот» 5 января 83 года. «Около четверти населения, определяющего себя как светское, что составляет около 15% всего взрослого населения Израиля, готовы вступить в брак с христианином, христианкой или согласны, что это сделали члены их семей. Большинство из тех, кто готов сочетаться семейными узами с христианином, не готовы на такой же шаг с религиозным евреем. Эти данные приводятся в опросе общественного мнения, проведенного институтом Дахав под руководством доктора Мины Цемах». Конец цитаты. Точно так же не нужно быть каханистом, чтобы содрогнуться от статьи в Джерузалемпост 25 февраля 86 года, написанной эллинистом Бенни Моррисом. Сегодня вечером по израильскому телевидению будет показана программа, содержащая призывы против браков евреев с неевреями. Движение за гражданские права под руководством Шуламита Лони, члена Кнессета, и старейшего борца против расизма и прочих нарушений прав человека, подало заявление в департамент телерадиовещания с требованием отменить эту программу, а в случае отказа будет подан иск в Верховный суд. В этой программе молодая еврейская девушка рассказывает об интимной связи с мужчиной по имени Йорам. Однажды она узнает, что настоящее имя Йорама – Ахмед. «Я почувствовала себя оскверненной, испачканной», – говорит девушка. Программу подготовила ортодоксальная антимиссионерская организация «Яд Ле Ахим», которая частично финансируется Министерством образования и религии. Олони называет эту программу «признаком времени». Это напоминает законы Нюрнберга, с помощью которых арийская Германия пыталась защитить своих женщин от сексуальных отношений с евреями. Именно так все начинается. Олони опасается, что страна постепенно скатывается к расизму и даже фашизму. Она останавливается в одном шаге перед тем, чтобы констатировать неизбежность этого сценария. Возможно, она просто не хочет повергать меня в уныние. Недавно, говорит Олони, ортодоксальный истеблишмент начал открыто использовать терминологию Нюрнберга, проповедуя против еврейско-арабских браков и общения еврейских и арабских школьников. И действительно, программа была отменена по причине «расизма» в кавычках. Не подается никакому осмыслению тот факт, что в еврейском государстве может быть отменена на почве «расизма» программа против межнациональных браков. И когда член Кнесета сравнивает такую программу с законами Нюрнберга, остается лишь раздирать на себе одежду, а также понять подлинную подноготную сопоставление Нюрнберга и каханизма. И хочется скрипеть зубами от гнева, видя неприкрытое сочувствие автора статьи к взглядам Олони. Он заканчивает статью следующей сноской. В ту неделю, когда Израиль запретил программу против межнациональных браков, Совет по цензуре разрешил показ спектакля «О Калькутта» полного обнаженных тел. В адрес редакции поступили десятки телеграмм от американских режиссеров, актеров и прочих либералов, таких как Артур Миллер и Эдвард Элби, которые очень хотели увидеть ее в эфире. В телеграммах, в частности, говорилось, разница между демократическими правительствами Соединенных Штатов и Израиля с одной стороны и авторитарными государствами с другой состоит в том, что демократический режим реализует свои принципы в пределах свободы выражения и творчества. «Так же говорилось, что во многих отношениях Израиль является светочем для свободных народов и было бы хорошо, если бы он не превратился в страну, где ограничивается свобода искусства». Он и не превратился. Во имя свободы творчества и выражения в эфир были даны деградация и обнаженные тела. А программа против межнациональных браков была запрещена. Во имя? Не нужно быть реакционером, чтобы, думая о государстве Израиль, этой многовековой мечте, земле иудаизма и еврейства, содрогнуться, читая следующую статью в газете «Аль Амишмар» 14 января 1986 года под названием «Семейная фотография у рождественской ели». В статье идет речь о семье, живущей в левом кибуце Ядмар-Дыхай. Канун Рождества. В доме семьи Ротштейнов в Ядмар-Дыхай царит семейная атмосфера. И хотя нет ни снега, ни полноценной рождественской ели, но в вазе нашлось место для любовно украшенной еловой ветви, под которой разложены подарки от заграничных друзей, а стол, украшенный красно-зеленой скатертью, сервирован свиными отбивными и рисом под сладким соусом. Небольшая порция этого угощения выставлена на улице для Санта-Клауса. Сложно добавить что-то, помимо того, что Алиса и Гади Ротштейны вместе со своими детьми Пией и Дани прекрасно отметили Рождество. Это стало возможно благодаря Алисе, которая в 67 году приехала в Ядмар-Дыхай добровольцем и вышла замуж за Гади в церкви и в кибуце. Мы задали ей вопрос. «Не планируете ли вы обратиться в иудаизм?» «А зачем мне это?» – отвечает Алиса. «Вы бы сменили веру только из-за того, что живете в другой стране. Меня никогда не беспокоил тот факт, что я не еврейка и даже за пределами кибуца, не с точки зрения общественных норм, но и в связи с моей профессией преподавателя. А как же дети? Мы научили их не делать из этого проблему, и они не делают. Наверное, Рождество – один из ваших любимых праздников? Да, с праздничным ужином и рождественской елью в вазе. «Кстати, на Хануку мы танцуем вокруг ели и поем ханукальные песни. У нас отлично получается!» Конец цитаты. «Если что-то и может вызвать большее отвращение, чем болтовня кибуцника-христианина, так это явная симпатия по отношению к этой мерзости со стороны газеты. И это тоже кульминация долгожданного возвращения в Сион. Не нужно быть никем, кроме как порядочным и честным евреем, чтобы прийти в ужас от Амаль, продукта лучшего светского израильского образования. На момент интервью Амаль было 25 лет. Выпускница престижного факультета еврейского университета Иерусалима, этого могильщика иудаизма, сионизма, «И да спасет нас небо!» Еврейского государства, классический пример нового израильтянина. Она родилась в видной израильской семье. Ее дед, Барух бен-Иуда, был первым директором Министерства образования, а до этого директором классической средней школы Герцлия в Тель-Авиве и столь же классического кибуца Дгания Алиф. И, конечно же, лауреатом престижной израильской премии за вклад в образование. Мать Амаль, Нитива, прототип девушки из романа «Исход» Леона Юриса. В войну за независимость 1948 года она служила в ударных войсках Пальмаха и приняла участие в нескольких сражениях в Негеве. Затем она училась в Еврейском университете, изучала язык и философию, и чуть позже в Лондоне искусство, и закончила свое обучение в художественном училище Бецалель в Иерусалиме. Скульптор, писатель, интеллектуал, иными словами, идеальный израильский продукт. И мать Амаль. Так что же Амаль? Что думает об Израиле и еврейском народе этот плод союза лейбориста, социалиста и министра образования, и сабры, и солдата Пальмаха? Амаль изложила свои взгляды в интервью газете «Маариф» в выпуске от 26 января 1976 года. «Я не вижу никакого божественного права для евреев на землю, потому что я не религиозна. Я не вижу и никакого национального права на землю, только лишь потому, что мы прошли через страдания. Я вижу свое право только в том, что здесь родилась я и моя мать, и по этой причине я в гораздо большей степени чувствую себя обязанной перед арабами, которые заплатили за то, чтобы здесь было еврейское государство. У нас есть право на еврейское государство из-за фактов, которые были созданы здесь в течение трех поколений». Конец цитаты. Вряд ли стоит удивляться отсутствию чего бы то ни было еврейского в этом творении нееврейского мира, равно как и ее не прикрыто фашистским взглядом. Отринув религию и национализм, ее измученный и пустой разум смог дать Израилю лишь одно право в кавычках на существование «созданные факты» в кавычках. Иными словами, агрессия, беззаконие, жестокость, оккупация, грабеж – все это легитимируется созданием фактов в течение трех поколений. Можно лишь содрогнуться, видя как Амаль – этот продукт светского израильского образования, за которое ее дед получил израильскую премию, полемизирует с арабом. Последний гордо объявляет о своем национальном и религиозном праве на землю, украденную у него сионистами, и клянется, что никогда не примет тезис «Время создает факты», которым вор пытается легитимировать украденную землю. В выпуске газеты «Маариф» от 28 января 1983 года была помещена статья об американской еврейской семье в Миннеаполисе, которая отправила дочь учиться на ее еврейскую родину в еврейское государство в Тель-Авивский университет. Прочитайте ее. Читая громко плачьте. «Что мы только не делали, чтобы наша дочь выросла хорошей еврейкой», сокрушаются родители, для которых события последних нескольких недель стали сущим кошмаром. Конец цитаты. Далее рассказ повествует о доброй еврейской семье, которая посещала консервативный храм, поддерживала сионизм и тратила немало сил и времени, чтобы их дочь Лиза Лея сохранила свои еврейские корни и, конечно же, вышла замуж за хорошего еврейского юношу. «Воспитать хорошего еврея в чужой стране непросто», вздыхает мать. «В Израиле быть евреем естественно, но здесь еврейство нужно акцентировать, любить его, сражаться за него». Они предоставили дочери свободу в общении с молодыми людьми, но настояли на том, чтобы она не встречалась с «не нашими» в кавычках. «Пока в наш дом не ступала нога нееврея, я не беспокоилась. Я доверяла дочери и еврейскому образованию, вечерней еврейской школе, которую мы организовали для нее. Я считала, что она не может выйти замуж за нееврея». Как счастливы были родители, когда дочь сообщила им, что решила поступить в Тель-Авивский университет. Не было ни тени сомнения, что в Израиле она встретит принца своих грез, а если ради этого она решит поселиться в земле предков, это было бы вполне приемлемо. И вдруг однажды в снежную зимнюю ночь зазвонил телефон. Оператор спросил, согласны ли родители оплатить звонок из Цюриха, Швейцария. Они удивились, поскольку не имели в этой стране ни знакомых, ни родственников. Однако, когда оператор назвал имя звонящего, они тут же приняли звонок. Еще до того, как они успели спросить дочь, что она делает в Цюрихе, вместо того, чтобы учиться в Тель-Авиве, она прокричала в трубку. Его зовут Тага, арабское имя. Я познакомилась с ним в студенческой гостиной. Этим утром мы поженились гражданским браком. Конец цитаты. С тех пор прошло два месяца. Счастливые молодожены съездили на медовый месяц к родителям в Миняполис. Родители отчаянно пытались проглотить эту горькую пилюлю. Решили попробовать обратить зятя в иудаизм. Равин согласился на экстренное обращение. Однако зять отказался. Нет, спасибо, сказал он. Моя религия так же дорога мне, как вам ваша. Ну не будьте такими чересчур евреями. Резко прервала тему дочь. Тага вам кто? Кукла? Молодые от всего сердца поблагодарили родителей за то, что те послали дочь в Израиль. Если бы она не поехала в Тель-Авив, они бы никогда не встретились. Конец цитаты. Как здорово, что есть еврейское государство, где еврей может познакомиться с евреями. И как здорово, что есть демократическое еврейское государство, где в Тель-Авивском университете арабы могут свободно знакомиться с еврейками и жениться на них. А что бы сказали по поводу следующей статьи евреи прошедших веков, которые всходили на костер и гибли как мученики ради своего еврейства, ожидая появления еврейского государства. Эта статья была опубликована в журнале «Олам Гаиша. Мир женщины» в августе 1985 года. В настоящее время в Израиле официально насчитывается около 3500 смешанных браков с мужем-арабом и женой-еврейкой. В действительности их, конечно же, больше. Больше всего таких браков в крупных арабских деревнях, таких как Тайба и Ум-Аль-Фахм. Раанан Коэн, глава арабского департамента партии труда, говорит «Смешанные браки превратились в практическую проблему в тот момент, когда в Кнессет был избран Каханы. До этого ей никто не занимался, хотя это не новое явление». Конец цитаты. Далее в статье говорится о еврейке Нехаме и ее муже-мусульманине Йосефе. Нехама родом из семи иракских евреев, а сейчас она живет со своим мужем в его деревне Тайба. В журнале говорится «Их четыре ребенка зарегистрированы как евреи, однако в деревне они считаются арабами». Йосеф говорит, что не будет отправлять детей в армию, им там нечего делать, объясняет он. Конец цитаты. «Действительно нечего, раз они арабы». Трагедия в том, что тысячи еврейских детей, плодов смешанных браков, ходят по земле еврейского государства и считают себя арабами, будучи потеряны и для армии, и для государства, и для народа. И это тоже воплощение мечты двух тысяч лет? Следующая статья была опубликована тоже не где-то, а в еврейском государстве. В выпуске «Джерузалемпост» от 21 июня 1984 года появился следующий заголовок. «Равин осужден за срыв работы миссионеров». Далее читаем. «Глава Ишивы Ядрамбам Равин-1 Махкуф вчера был приговорен к трём месяцам тюремного заключения и ещё трём месяцам условно за разгон собрания миссионеров и угрозы в адрес его участников. Это нарушение произошло четыре года назад». Конец цитаты. «Еврейское государство, в котором миссионерам позволено похищать еврейские души, а Равин отправляется в тюрьму за попытку им помешать. Еврейское государство, в котором Кнесет отклоняет законопроект, призванный запретить миссионерскую активность как российский. Еврейское государство. Гетто Хеум. Но смешного здесь мало. Израиль, в котором по иронии судьбы молодые евреи лишены всякой еврейской идентичности, кроме той, что дана им арабами, ненавидящими их за то, что они являются евреями, которыми они, молодые светские израильтяне, вовсе не хотят быть. Кибуц, о жемчужина социалистического сионизма, идеал светского, гуманного, левого еврея, который с отвращением отбрасывает всякий реакционный иудаизм, расистский иудаизм своих предков, чтобы создать гордое, новое светское общество, которое создаст гордого, нового светского сиониста, социалиста. Одним из таких гордых марксистских кибуцев является Мишмар Аэмек. Он является членом сети кибуцев Ашомер Ацаир и содержит крупное образовательное учреждение Шомрия, в котором учатся дети и других кибуцев Азорев, Еват-Ос, Мегидо. Цель этого учреждения создать гордых сионистов, евреев, которым предстоит дать Израилю его будущих лидеров и новое поколение граждан. 1 декабря 1985 года газета Аарец рассказала о последнем выпуске школьной газеты в одном из кибуцев. Одна из страниц этой газеты была озаглавлена следующим образом. Герцель и сионут сочетание слов сионизм и жаргонного слова обозначающего сексуальные отношения. Под заголовком был изображен Герцель отец сионизма с бородой в виде мужского полового органа. Под картиной была подпись «В молодости Герцель почти не знал о том, что он еврей, несмотря на тот факт, что, подобно всем подросткам, много занимался мастурбацией и не мог не обратить внимания на обрезание на половом члене». Конец цитаты. На другой картинке была изображена пара во время Саития и ниже подпись «Книга «Еврейское государство» Герцля является еврейским переводом Камасутры индийской книги о сексе. Когда она вышла в свет, многим стало ясно, что многие позиции оказались неосуществимы. Конец цитаты. Не стоит упоминать, что население кибуцев было возмущено. Согласно газете «Аль-Ля-Мишмар» 2 декабря 1985 после обнародования этих фактов жители кибуцев собрались, чтобы обсудить и прояснить ситуацию. Конец цитаты. Ясно, что особо прояснять было нечего. Пустые сыны пустого сионизма, из которого выбили всю еврейскость, лишь отплатили своим учителям их же монетой. Кибуцы – классический пример божественного принципа око за око, а также абсурдности попыток вытравить из израильтян иудаизм и особое представление о еврейском народе, после чего они должны будут обожествить сионизм. С чего бы он стал для них лишь еще одной пустой глупой формой национализма или, по желанию, агрессивного империализма и колониализма. И неудивительно, что когда начальник генштаба израильской армии Моше Леви, сам член марксистского кибуца системы Ашамер Ацаир, посетил летний лагерь в кибуце с Дейн-Эмия, гордые юные сабры, новые евреи наших дней и образцы хороших манер начали хлопать в унисон, заставляя его замолчать. В конце четверо молодых евреев поднялись на сцену и публично совершили мочеиспускание. На симпозиуме, посвященном ериде эмиграции из Израиля, Шмуэль Лахис, бывший директор еврейского агентства, а ныне руководитель группы по предотвращению эмиграции, сообщил педагогам следующее. Происходит значительная эмиграция молодежи из движения кибуцев, и в особенности Гашумер Гацаир, одна из самых антирелигиозных и антинационалистичных израильских групп. Лахис объясняет причину, потому что их преподаватели не смогли привить им корни, связывающие их с землей, и они выросли без национальной идентичности. Конец цитаты. Опрос, проведенный в январе 1986 года, показал, что 25% учеников средних школ в кибуцах Ашумер Гацаир отказываются осудить эмиграцию из Израиля, а 6% общего населения кибуцев в возрасте 25-45 лет уже уехали из страны. Чтобы как-то смягчить крах еврейских, сионистских и базовых ценностей движения кибуцев, левый помощник министра сельского хозяйства Авраам Кац-Ос высказал следующую мысль. Молодежь кибуцев, как и их население в целом, являются частью государства и не могут избежать влияния общей атмосферы, существующей в стране, а Арец 15 ноября 85-го года. Утешительного здесь мало. Вообще нет, потому что если говорить о ценностях, любых ценностях, то атмосфера в еврейском государстве это атмосфера анархии. Рут Мегет, типичнейший секулярист, написала крайне важный классический социалистический документ. Он был опубликован в «Идиотах Аронот» 9 октября 80-го года. Его обязательно следует прочесть всем оппонентам каханизма еврейского хаминизма в кавычках и средневекового иудаизма. Он обязателен к прочтению для всех секуляристов, занятых выращиванием нового еврея, либерального, свободного, прогрессивного. Статья называется «Танцевальная батмитсва». Дани, симпатичный юноша, кумир класса, сообщил, что дома у него имеется музыкальный центр с шестью динамиками. 12-летняя Цуцикид говорит, что невозможно танцевать, когда мальчики шумят и что им уже давно пора выключить свет. Веселый кабальера объявил, что если у тебя нет цветного телевизора, то ты ничего не стоишь. Все началось в 8 часов вечера в пятницу на вечеринке в честь батмитсвы нашей старшей дочери. Мы согласились, что это стоит отпраздновать и решили пригласить ее одноклассников. А почему нет? Мы хотели приготовить пирог и лаваши, организовать песни и игры в кругу друзей. Однако дочь сказала, что никакая вечеринка не обходится без музыкального центра и десятка пластинок, поскольку все любят танцы. Она также сказала, что единственное время, когда можно организовать вечеринку, это канун шабата, вечер пятницы, потому что на неделе нужно рано ложиться спать. Кроме того, должно быть темно, потому что при свете не танцуют, и дома не должно быть родителей, и нужно много еды, потому что после танцев все очень голодны. Конец цитаты. И вот часы бьют восемь, все готово к вечеринке, салаты, фрукты, гирлянды, праздничная атмосфера, все и тогда начался погром. еда исчезла за считанные минуты. Три миниатюрных человечка завладевают музыкальным центром и врубают басы на полную мощность. Свет гаснет, почти полная тьма, дом дрожит, как при землетрясении, все призывы убавить звук наталкиваются на один ответ, не слышно ритма. Кругом скука, пошлые шутки и неловкое хихиканье. Итог вечеринки. Сломанная пластинка, поцарапанный телевизор, кругом грязь, бумажки и еда, в том числе наобив и мебели порванные гирлянды и шарики. Директор школы попытался успокоить меня, рассказав, что в прошлом году три вечеринки закончились поломанной мебелью. Им всего двенадцать лет. Боже, что мы сделали не так? Конец цитаты. Чтобы ответить этой эллинистке на ее вопрос, потребуется исписать тома, потому что простой ответ она не примет. То же относится и к светскому сионисту Ешаягу Тадмору, автору статьи «Не на такого ребенка мы надеялись» ведет охранот от 25 февраля 1986 года. Несколько дней назад я принял участие в обсуждении, которое состоялось в местной школе с участием двух классов. Мы хотели узнать точку зрения школьников на сионизм и его будущее. Познания школьников нашли отражение в следующих утверждениях. Через 15 лет примерно четверть или даже треть из них уедет из Израиля. Вне всяких сомнений будет новая война между нами и арабами, в которой мы, скорее всего, победим. Однако полной уверенности в этом нет. Многие добавили, что через 15 лет Израиль еще будет существовать, но опять-таки стопроцентной уверенности в этом нет. Во обсуждении принял участие директор Кхайпского отделения Министерства образования. Он сказал мне, что посетил многие школы и везде обнаружил аналогичные результаты. Складывалась ужасающая картина. Я и раньше знал об этом, но не догадывался о всей серьезности ситуации. Школьники честно выражали свою подлинную позицию. Замешательство, страх, ощущение угрозы и отсутствие веры в будущее сионизма. Конец цитаты. Конечно, учитывая прагматичные реалии Израиля и Ближнего Востока, учитывая отсутствие Бога и иудаизма в жизни этих подростков, стоит ли удивляться, а принимая во внимание тот факт, что эллинистам и анархистам разрешено уничтожать еврейские ценности и убежденность в их истинности, должны ли мы ожидать чего-то иного? Говоря о культурных и образовательных в кавычках учреждениях, подрывающих ценности и убежденность израильтян, нельзя не вспомнить театр Бейт-Лессин и его директора Якова Агмона. Вот о чем писала 2 апреля 1986 года газета гистатрута «Довар». Директора средних школ решили защитить своих школьников от пьесы «Покинутый», поставленной на сцене театра Бейт-Лессин, поскольку она может подорвать моральный дух молодежи перед призывом в армию. Хаим Герон, директор школы Яд Сингеловский, так сформулировал свое возражение. Влияние пьесы на молодежь страны скорее всего будет ужасным. Перед зрителем рисуется унылая и пугающая картина войны. Милитаризм навязан нам арабами, войны являются фактом окружающей действительности и нет никакой необходимости запугивать молодежь, которой предстоит служить в армии. Пьеса приводит к деморализации от ее последствий волосы встают дыбом. Конец цитаты. Действительно, еще как! В пьесе израильские и арабские солдаты говорят друг с другом о мире, заставляя нас забыть об арабских государствах, мечтающих уничтожить Израиль. Вместо этого осознанно рисуется ложная картина, в которой народы могли бы жить в мире, если бы не их правительство. В том, что простым людям приходится проходить через ужасы войны, виноваты только правительство, в том числе израильское. Самоненавистники, перенесшие израильские реалии на театральные подмостки, снарядили нечестивый крестовый поход против молодых сабр, не понимающих, почему они являются евреями и зачем им нужен сионизм и еврейское государство, за которое еще и нужно воевать. Глубоко под праздничной витриной, открытой для туристов, далеко от гидов американского еврейского конгресса, показывающих гостям Масаду и Западную Стену, за пределами понимания счастливых неосионистов Адассы и турагентства Лонг-Айленда, где Равин бесплатно расскажет вам все, что он знает об Израиле, лучшую сказку нашего времени, лежит реальность Израиля, который сражается за свою душу в схватке между евреями и евреями в схватке, где каждая сторона по-своему видит будущее государство. Станет ли еврейское государство домом для божественного избранного особого народа, облаченного в святость и непохожесть на других, народа гордого и уверенного в своих силах, излучающего радость от пребывания с Богом, благословенного Божьей истинной Носиная, возвысивший его над обыденностью и мерзостью и отделивший от других народов, которые не знают ни святости, ни чистоты. Или это будет потертая подделка под дешевые культуры, оскверняющие величие человека, воспевающие все животное и упадочное, превращающие израильскую молодежь в ивритоговорящих язычников без малейшей логической причины оставаться евреями, тем более на той пороховой бочке, которую представляет сегодня Израиль. Станет ли Израиль мечтой веков или кошмаром современности? Вот в чем подлинное значение той борьбы, которая происходит сегодня между евреями еврейства и евреями нечестивого эллинизма и язычества. Евреи против эллинистов вот настоящая борьба, а вовсе не евреи против арабов. И эллинисты с их разрушительной анархией на основе никчемных ценностей уже организовали в земле Израиля духовный холокост. Нация отказывается от своей особой святости ради обыденности и всемирного нечестия. Скорбит униженный шаббат, сброшены священные одежды, открыв наготу порока. Уста евреев, созданные для вкушения освященной Богом пищи и изречения святых и чистых слов, вместо этого жадно глотают белое мясо свиней и креветок и изрекают богохульство и нечестие. Их десертом стал культурный рацион порнографии, насилия и вседозволенности, которыми искусно и не очень их кормят бароны от культуры и прессы. Еврей, еще вчера наблюдавший своего отца на молитве, сегодня трясется под рок-музыку и жаждет наркотиков, извращения и потакания плоти, поклонения самому себе величию своего «я» стало религией государства, зараженного эллинизмом. Пройди посреди города и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак Иезекииль 9. Внешний образ нации становится неотличим от образа любой другой нации, поскольку эллинисты, беспокойные художники, интеллектуалы и писатели, бароны телевидения, радио и театра, воплощая в своих произведениях высокомерие и эгоизм, ставя собственные желания похоти и пороки выше святого ярма неба, уничтожают народ и государство изнутри. Народ, избранный Богом, с презрением отказывается от этого божественного благословения. Исав сказал, что мне в этом первородстве? И пренебрег Исав первородством. Бытие 25. Иаков стал Исавом, горе тому, что навсегда сгинуло. Внешний облик это не что иное, как внешнее выражение внутренних ценностей, а ценности иудаизма находятся в смертельной схватке со светскими, языческими, иностранными, загрязненными ценностями эллинизма. Если кому-то не по душе рост иностранного импорта, да будет ему известно, что гораздо более отвратительным импортом, чем автомобили и предметы роскоши, являются иностранные идеи, ценности, понятия. Если мы боремся с импортом наркотиков, да будет известно, что худшим видом опиума являются языческие идеи, перед которыми интеллектуалы эллинизма и художники ассимиляции пляшут, словно перед золотым тельцом, восклицая «Вот ваши боги, о эллины Израиля!» Вот где пролегает настоящий фронт на войне идей, ценностей, цивилизаций. Закончится ли она победой иудаизма и его особого, отделенного, отличительного отношения к святости и чистоте или триумфом ивритоговорящих язычников, чья ненависть к самим себе, эта злокачественная опухоль эгоизма заставляет их отквергнуть и растоптать порядок иудаизма, и устремиться в объятие пагубной ассимиляции и гибельного ублажения плоти. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 11. Это война за душу и судьбу народа и государства, и внутренние разрушители делают свою работу отменно, подрывая нравственность и ценности народа, который однажды был избран для святости, а сегодня отбрасывает величие ярма неба, которое одно способно гарантировать подлинную свободу для кождения на чуждых алтарях и в храмах своего «Я». Которые говорят языком нашим пересилим «Уста наши с нами, кто нам господин?» Псалом 12. Эллинисты неистовствуют в храме Господа, разрушая его святость, уничтожая нацию священников. Народ отвергает свою избранность и отличительность, святость и величие, свою отделенность от нечистот, пороков и мерзостей народов. Он бежит вслед язычника, он хочет быть, как все народы. Ибо два зла сделал народ мой, меня источник воды живой оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. И Еремия 2 Евреи против эллинистов настоящая борьба. Улицы Израиля наводнены жаждой материализма и ноздри наполняет едкий запах жажды удовольствий. В гостиной, в автобусе, в кафе разговоры ведутся о деньгах и о том, что можно на них купить. Языческий мир волшебной чувственности и потакания желанием наполняет чрево болезненной жаждой и святость Израиля меняется на мечту языческой Америки. В обществе бушует проклятие наркотиков, словно саранча, принесенная западными ветрами, и молодой еврей ежедневно гибнет в поиске удовольствий и способов убежать от реальной жизни, ценностей и вызовов иудаизма и святости. Председатель комитета Кнесета по труду и социальному обеспечению лейборист Ора Намир заявляет, что в Израиле нет ни одной школы, где не было бы наркотиков, по глупости забыв упомянуть, что виновата в этом именно она и ее идеологические единомышленники, уничтожившие в еврейских детях иудаизм. При этом она осознанно не упоминает, что в религиозных школах Израиля проблемы наркотиков не существует. Зато на улицах Тель-Авива и Хайфы в наркотической агонии гибнет еврейская молодежь, дети евреев, которые когда-то жили на высотах иудаизма. Растет угроза эмиграции, ериды, и сионистская мечта уступает мечте американской. Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Амстердам, Гамбург становятся все более белосиними. Сотни тысяч евреев покидают еврейское государство и устремляются в изгнание положить конец которому так хотел герцль. Их жилища оставляются покинутыми. Алия эмиграция в Израиль зажревшего Запада уже в прошлом. Сегодня даже те, кому приходится эмигрировать, выбирают другие страны, нежели Израиль. Сианистская мечта стала жертвой обанкротившегося образования и ценностей государства, которое уже не еврейское. Нет! Это евритоговорящая Португалия, стремящаяся стать пародией на Америку. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу в бесславие, будут есть и не насытятся, будут блудить и не размножатся. Осия 4. Уличные девки с дизингов никогда не насытятся шелками и нарядами, золотом и серебром, удовольствием и сромотой западной культуры, отвращением к святости и скромности. За то, что дочери Сиона надменны и ходят подняв шею и обольщая взорами и выступают величавою поступью и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. Исайя 3. Евреи против эллинистов настоящая борьба. Мы превратились в страну, в которой музыка подражает ритмам язычников и погружается в глубины неистового насилия. Ценности, которые должны были сделать еврея лишь немного ниже ангелов, обменены на новые, столь низкие, что он скатывается ниже животного. Иудаизм теряет всякое значение, сионизм превращается в глупости на смешку, а еврейскость отправляется на свалку истории. Эта страна с восторгом внимает языческим фильмам и порнографии, чествует языческих героев и поклоняется необрезанным баскетболистам. Синай заменен на тайм-сквер, чистота избранного народа на материальную блевотину Лос-Анджелеса, скромность святости презрительно выброшена и нация купается в сромоте языческой культуры. Разрушение святости и посвященности, падение с высот порядка и небесного служения, превращение народа Бога, жаждущего небесного, в стадо мужчин и женщин, ищущих удовольствий и чаяний зверей. Хуже, чем евреи-христиане, евреи-загуру и евреи-марксисты, может быть только одно евреи-ничто, абсолютное ничто с позиций любых ценностей, евреи-пустоты, суеты, мелочности, грубости, уродства и анимализма, и все это святая земля. Все это выпало на долю сыновей и дочерей тех евреев, которые хранили величие во времена изгнания. Евреи Израиля, уничтоженные эллинистами, пустые сосуды ассимиляции, они существуют в ценностном вакууме, живут ради мимолетных удовольствий, возвращаются в то язычество из которого их отец Авраам взошел на вершины общения с Богом. Вот в Израиль приезжает из восточной Германии грубое и гротескное создание по имени Нина Хаген, певица в стиле панк, настолько депрессивна и пустая, настолько депрессивная и пустая, насколько это возможно. И тысячи столь же пустых и жертвенных агнцев вопят и неистовствуют в массовом припадке нечестия. А вот и отечественный продукт депрессивной деградации Шалум Ханох, собрав в парке Айркон в Тель-Авиве 30 тысяч еврейских подростков, которых можно оплакивать, как бы не мешало отвращение. Он погружается вместе с ними в болото анимализма. Об этой еврейской трагедии пишет газета Гарец 3 октября 85-го года. Ханох поет Я не знаю как сказать тебе как сильно я люблю И толпа взрывается В воздухе пахнет гашишем Ханох поет дальше Морена Морена И запах гашиша усиливается Толпа подпевает кричит Он поет Мессия не пришел Толпа танцует и подпевает Публика идиотов Публика платит Конец цитаты Вот она израильская культура Вот для чего они выбросили иудаизм Мы все в больнице для душевнобольных Откройте газету на странице развлечений Здесь отражен каждый аспект языческой культуры эллинизированного запада Нация священников Святой народ в Канаве Кругом фильмы о сексе Например те что представлены на большом плакате над Тель-Авивским автовокзалом где изображена пара откровенно занимающаяся любовью и сверху надпись секс Это слово написано даже не на иврите Английское слово лишь транслитерировано ивритскими буквами В ночных клубах рекламируется секс на сцене а на улицах замечательные фильмы Сильвестра Сталлоне В бульварной газете Хадашот которую читают десятки тысяч семей в Израиле целая страница отдается под рекламу сети магазинов секс-стиль самой крупной и уважаемой сети магазинов Правда самой уважаемой Четыре магазина этой сети с гордостью предлагают покупателю качественные видеокассеты и 8-мм фильмы на необычные темы в кавычках объемные и откровенные брошюры об анальном оральном сексе и сексе с животными конец цитаты А также все виды секс-игрушек для извращенцев из еврейского рода и все это написано на святом языке языке равинов Моисея Синая государство Израиль государство анархии бесценностей вспомним поэта в кавычках Давида Авидана который благодаря одной шутке удостоился целого интервью в газете Аарец Эта газета претендующая на роль израильской Нью-Йорк Таймс опросила женщин довольны ли они своей половой жизнью А Авидан как показалось в газете удачно пошутил на эту тему так что она решила удостоить и опрос и самого поэта целой полосы в рубрике разговор дня и вот эта израильская почти Нью-Йорк Таймс крупным шрифтом приводит бессмертное высказывание Авидана со мной женщины быстро перестают смущаться когда-то еврейские поэты писали псалмы под властью секуляристов поэзия стала такой же дешевой и мелкой как и ее создатели эллинисты цитата ты при начале всякой дороги устроила себе жертвенники позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего и умножила блудодеяния твои Иезкииль 16 и всем этим мы кормим наших детей все это становится их ценностями и затем мы видим как половина школьников уже имеют опыт половой жизни к началу средней школы дискотеки стали центром их пустой жизни они беременеют в 15 лет и делают аборты 30 тысяч еврейских детей гибнут ежегодно от рук безответственных матерей которые сначала имеют легкомысленный секс а потом совершают убийство 30 тысяч в год это больше миллиона с момента образования еврейского государства а сколько солдат они могли бы родить сколько новых евреев заселили бы иудею самарию и галилею бедные сабры их убивают каждый день каждый день их почуют ядом пустой жизни и вот уже Израиль косит эпидемия подростковых самоубийств и все недоумевают как же так вышло ценности иудаизма заменены ценностями улицы дизингов в Тель-Авиве результаты преступность убийства грабежи изнасилования растущая жестокость в обществе все это видно по тюрьмам Рамле Дейршевы и Шаты в которых увы сидят в основном дети религиозных сефардских иммигрантов это видно по еврейским проституткам чьи клиенты и сутенеры нередко арабы это видно по растущему числу еврейских девушек которые встречаются спят и сочетаются браком с сарабами а также запросто ложатся в постель к иностранным рабочим и иностранным солдатам невероятное загрязнение святого еврейского семени которая сохранила свою чистоту в изгнании для того чтобы оскверниться в святой земле не поколеблется ли от этого земля и не восплачет ли каждый живущий на ней амос 8 потому что взяли дочерей их за себя и за сыновей своих и смешалось семя святое с народами иноплеменными эзра 9 она пристрастилась к сынам ассуровым к областеначальникам и градоправителям соседям ее пышно одетым к всадникам ездящим на конях ко всем отборным юношам и стала блудить от меня и пристрастилась к своим любовникам к ассирианам к соседям своим к одевавшимся в ткани яхонтового цвета ко всем красивым юношам всадникам ездящим на конях и расточала блудодеяния свои и изливали на нее похоть свою языки Иль 23 вот реальность светского сионизма вот его жертвы дети сиона однажды обнаружив Иисуса в Тель-Авиве и языческих индийских идолов в Иерусалиме в нечестии и невежестве ищут убежище в культах и странных богах странных заморских земель одинокая потерянная ищущая израильская молодежь один из ее представителей Цахи Цахи выпускник престижной иерусалимской школы и студент еврейского университета я всегда искал истину говорит он в интервью газете АРС 15 апреля 1986 года в 27 лет он ушел из дома и уехал из Израиля в Америку во Флориде он встретился с христианской девушкой которая познакомила его с Новым Заветом потерянный сын Авраама внук евреев убитых христианскими бандитами внезапно находит истину в кавычках Иисуса Цахи возвращается в Израиль теперь он мессианский еврей неуч никогда не изучавший иудаизм остается неучем пребывающим в невежестве о своей вере и ее учении зато он нашел и Иисуса те же примитивные листовки евреев за Иисуса которые распространяются среди потерянной еврейской молодежи в Америке распространяются и среди потерянной еврейской молодежи на улицах Израиля однако уже на иврите в них мы читаем Иисус из Назарета действительно пришел и был распят за нас он был мучен за наши грехи и его ранами все мы будем исцелены как грустно что Мессия пришел и люди не узнали его но Иисус нас не разочарует он вернется снова как царь и судья узнайте Мессию сегодня ниже идут купон и адрес и вот еще одна потерянная еврейская душа оказывается в руках миссионеров одинокие потерянные ищущие израильтяне у которых родители и вожди украли самое дорогое идентичность смысл жизни знания о назначении жизни путеводитель по этой жизни остервятники духовные пиявки похитители душ чувствуют запах крови еврейского жертвенного агнца его боязливые поиски ответов поиск идентичности подобно тучи саранчи они окутывают святую землю чтобы спасти души евреев прекрасно зная что безумство либерально-демократического западного эллинизма позволит им делать все что угодно без всякого вмешательства со стороны еврейского правительства и они правы мормоны миссионерский культ духовным основанием которого является стремление обратить всех и каждого рассматривают Израиль как золотую жилу их центр в Иерусалиме построенный несмотря на решительные протесты религиозных евреев преуспел главным образом благодаря активной защите их демократических прав в кавычках левыми либералами которые не перестают ненавидеть иудаизм даже зная о том что миссионеры будут денно и нощно обращать слабую невежественную израильскую молодежь и не менее потерянных еврейских туристов и студентов обещанием в кавычках мормонов не заниматься празелитизмом с радостью встречается лицемерами от либерализма прекрасно знающими что мормон не занят и обращением все равно что ортодоксальный еврей не соблюдающий шаббат мормонский центр на горе скопус недалеко от университета это ароматная дичь для льва трагедия для евреев еще один символ банкротства государства поставившего иностранные языческие ценности демократическую свободу слова над ценностями еврейскими миссионеры везде в Твери они открыто проповедуют молодым туристам в Иерусалиме на улице Наркиз в Баптистской церкви под руководством Линдси они открыто смеются над евреями спешащими пожертвовать средства на восстановление сожженной церкви хотя при этом лгут отрицая свою причастность к празелитизму в Нарии еврейские христиане под руководством Ципи Хасон крестят евреев прямо в Средиземном море 24-летний Моше Коэн молодой еврей крещеный Ципи сейчас живет в церкви Эммануила в Яфе самым умным миссионерским учреждением является так называемое христианское посольство в Иерусалиме которым управляет хитроумный голландец по имени Ян Вильям Вандерховен именно это посольство в кавычках занимается турами и прочей деятельностью множества приезжих христиан которые выражают полную поддержку еврейскому государству эта идея основана на вере в то что создание этого государства предвосхищает пришествие мессии и обращение еврейского народа при этом пользуясь репутацией поклонников Сиона они незаметно и методично обращают евреев а государство не делает ничего чтобы им помешать они есть в каждом центре абсорбции и ульпани и их воровство еврейских душ оплачивается из общественных фондов со временем миссионеры становятся все смелее ведь их питает не только манящая плоть потерянных израильских евреев но и поддержка еврейских левых и либералов в газете Jerusalem Post 20 октября 1984 года писалось израильские христианские миссионеры или как они предпочитают себя называть евангелики несущие евреям свидетельство об Иисусе выходят из подполья и впервые открыто объявляют о своих намерениях открытая декларация о намерениях миссионеров была представлена в издании Mishkan теологический журнал еврейского евангелизма который с недавних пор издается в Иерусалиме объединенным христианским советом в Израиле его редактор преподобный Оле Кварме говорит мы ясно заявляем что собираемся свидетельствовать и поощрять евангелизацию среди евреев конец цитаты Кварме возглавляет институт Каспари христианский образовательный центр расположенный на французском холме Иерусалима а издание журнала финансируется такими организациями как американская миссия евреем и евреи за Иисуса и ряд других в Израиль устремляются все мыслимые миссионерские группы видя в нем отличное поле для охоты обилие всевозможных сект в том числе восточных поражает воображение в самом центре Тель-Авива открыли центр диковинные свидетели иеговы и десятки евреев еженедельно участвуют в их молитвах и службах они стучат во все двери и проникают во все щели в Лидде где живут тысячи грузинских евреев из Советского Союза 62-летний Шалом Цикашвили сидит будто в трауре его дочь Розетта присоединилась к свидетелям он говорит это такое унижение для нашей семьи для меня моя дочь умерла свидетели предлагают деньги что запрещается даже равнодушным израильским законодательством по ограничению в кавычках миссионерской деятельности но немногие знают что еще ни один миссионер не был привлечен к ответственности по этому закону а сразу после его принятия министр юстиции Шмуэль Тамир пообещал что никогда не будет преследовать кого-либо по этой статье неудивительно что свидетели уверенные в своей неприкосновенности стоят возле школ продвигая свои идеи и предлагая не может дать ответ и вот мы видим на улицах Иерусалима объявление примерно такого содержания занятия крия-йогой международное общество бабаджи-йога сангам центр восток и запад Иерусалим улица Бецалель 46 С.А.А. Рамайя читает лекцию по тамильской крия-йоге в Ситханте Да восточные культы со всем их идолопоклонством и откровенным язычеством находят прибежище в Израиле Согласно данным правительства в течение последних десяти лет по меньшей мере несколько тысяч молодых израильских евреев присоединились к различным культам недавно созданная организация обеспокоенные родители против культов утверждает что эта цифра равна десяти тысячам каким бы ни было точное число в стране размером с Израиль оно в любом случае вызывает беспокойство эта проблема актуальна еще и потому что министр образования создал специальный министерский комитет для расследования деятельности так называемых восточных сект действующих в святой земле согласно антимиссионерской организации ядлы ахим культы видят в Израиле отличное поле для деятельности здесь у них больше свободы чем в собственных странах они охотятся на одиноких подавленных и блуждающих в кавычках евреев которые хотя и находятся дома по прежнему ищут свои корни конец цитаты почти все крупные американские культы имеют отделение в Израиле миссия божественного света гуру махараджи один из крупнейших культов располагая почти неограниченными средствами последователи отдают культу практически все сбережения это движение основало две общины в Рамадгане несколько групп в Иерусалиме и Хайфе и купило два здания фабрики на юге Тель-Авива более пятисот израильтян являются активными последователями культа гуру махараджи они верят в то что гуру девятнадцатилетний индийский подросток является богом в своем рамадганском храме они молятся перед его фотографиями официально их центр называется академией йоги однако на деле фанатичные последователи гуру заняты бессовестным идолопоклонством один из юных израильских последователей гуру написал ему письмо которое было выставлено на всеобщее обозрение в коммуне в нем в частности есть такие строки гуру вы наш царь царей владыка мира даритель жизни любви света и чистоты дайте мне совершенную преданность вам и безграничную любовь которая никогда не прекратится дайте мне вечно пребывать у ваших ног конец цитаты в Израиле огромное множество самых разнообразных групп йоги в кавычках и медитации в кавычках включая печально известную Харе Кришна книжный магазин центра восток и запад на улице Бицалель представляет собой самый настоящий путеводитель по восточным и прочим культам здесь есть литература и о Харе Кришна и о Гуру Махараджи и о саентологах одним словом обо всех причудливых медитациях и йогах что существуют под небом причем все это можно купить покупателю этого духовного супермаркета предлагается широкий ассортимент идолов вот что говорится в выпуске газеты идиота Харанот от 6 февраля 86 года группа молодых израильтян последователей учения умершей два года назад индийской гуру Рины Шейн в основном из элитных армейских частей создали общину в Испании они продолжают верить в Гуру и придерживаться особого чувственного подхода к жизни согласно ее завещанию лидером этой группы является израильтянин который раньше был учителем рисования и тесно общался с Гуру его последователи продолжают поклоняться индийскому гуру Агаваму Шри Раджанишу который жил в западных штатах США и учил свободной и разнообразной сексуальной жизни ему удалось привлечь тысячи последователей конец цитаты какое горе какая трагедия сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу глаза твои будут видеть и всякий день истаивать о них и не будет силы в руках твоих Таразакония 28 евреи против эллинистов настоящая борьба что самое страшное это неумолимое разрушение фундаментальной основы иудаизма духовного и национального самосохранения против общественного закона не пойдешь безумный израильский марш к ослаблению затемнению и постепенному уничтожению драгоценной и отличительной еврейской идентичности которая единственная сохраняла еврейский народ в прошлом неизбежно привел к ужаснейшей из катастроф еврейский народ больше не видит ничего ценного в том чтобы оставаться еврейским и устремляется в омут межнациональных браков и воздушных замков кибуцы словно какой-то абу бен адхен возглавляют эту колонну духовно погибших евреев 20 апреля 86 года в Иерусалим пост писалось в последние несколько лет возросло количество браков членов кибуцев с добровольцами неевреями занятыми в работах это создает серьезную проблему в отношении идентичности их детей многие из которых не считаются евреями поскольку их матери не обращены в веру к таким выводам пришел институт исследования кибуцев Хаевского университета он провел опрос результаты которого были опубликованы в пятничном выпуске еженедельника Ашавуа издающимся в кибуце Арцы Ашамерго Цаир опрос проводился в 137 кибуцах в результате было выявлено 739 смешанных пар и 1200 детей Самое главное то что с ростом этого явления увеличивается угроза еврейскому характеру кибуца замечает автор статьи Аагенит конец цитаты Тут нужно сделать паузу чтобы отметить бесстыдство этого левого писателя из кибуца движение уничтожившее в своих членах иудаизм выступающее против расистского в кавычках разделения еврейских и арабских школьников вдруг начинает оплакивать еврейский характер в кавычках кибуца разве само это понятие не отдает расизмам кто может измерить мрачные глубины организирующей души светского эллиниста степень замешательства и шизофрении просто не поддается описанию жалкой левый автор продолжает 400 детей смешанных пар в поселениях кибуца арцы получают двунациональное образование читай еврейское и христианское рождественская елка стала повседневным явлением и больше не воспринимается чем-то чуждым постепенно количество перейдет в качество и эти тенденции определят национальный характер общества кибуца в одном из кибуцев арцы 13 процентов членов уже не являются евреями конец цитаты конечно речь не только об одних кибуцах по всей стране молодые израильтяне не видят ни малейшей причины почему бы не жениться на нееврейке что и делают их женами становятся арабки военные ООН из Финляндии Швеции Франции Голландии португальские работники в Негеве туристки сами евреи тоже женятся на иностранках когда посещают их страны в качестве туристов приведем лишь несколько фактов для иллюстрации духовной пустоты и масштабов израильского холокоста более 4 тысяч еврейских женщин состоят замужем за арабами многие в них приняли ислам и живут в арабских деревнях тысячи еврейских женщин многие из которых замужем живут либо имеют регулярные отношения с арабами сотни еврейских детей живут в арабских деревнях имея еврейскую мать арабского отца, что делает их евреями по Галахе, однако они воспитаны как арабы, говорят по-арабски и ненавидят Израиль. Почти все проститутки в израильских городах являются еврейками, а большинство сутенеров – арабами. Арабские сутенеры дежурят на центральном автовокзале Тель-Авива у остановок, которые играют роль терминалов для переправки молодых еврейских девушек из мошавов и бедных городов. Таким девушкам предлагается «помощь» и «финансовая поддержка». Далее следуют наркотики, наркозависимость и проституция. Некоторые арабские сутенеры сдают в аренду в кавычках еврейских проституток на выходные или на целую неделю богатым арабам с территорий. У арабов есть список школ и учреждений для молодых девушек, в основном из сефардских семей бедных городов и мошавов. Они терпеливо ждут девушек у таких учреждений, после чего действуют по сценарию Тель-Авивского автовокзала. Пляжи Израиля превратились в охотничьи угодья для арабов, собственные жены которых надежно заперты в своих домах и деревнях. Не имея недостатка в деньгах, арабы, нередко представляясь евреями, легко находят еврейских девушек. Обанкротившиеся израильские школы, что так гордятся своими учениками, которые становятся еврейскими врачами, адвокатами и летчиками, не в состоянии исполнить свое основное предназначение – создать хороших и гордых евреев, которые лишь затем станут хорошими врачами, адвокатами и летчиками. Неудивительно, что мы читаем позитивные и жизнерадостные статьи, которые, конечно же, полностью отобьют у молодых евреев желание вступать в брак и заводить романы с неевреями. Вот, например, из газеты «Джерузалемпост». Песни о любви и романтическая музыка сегодня являются самой лучшей формой протеста, говорит певец в стиле фолк-рок Дон Маклин. Он приехал в Израиль до рекламы четырех своих концертов, запланированных на этот месяц. Другая причина, почему Маклин так часто посещает Израиль – любовь. Два года назад после одного из концертов за кулисы к певцу пришла группа подростков. Среди них была робкая стройная девушка, державшаяся вдали от остальных. Между ними завязался головокружительный роман. Девушку звали Орли Царфати. Она жила в Кероне, и когда она закончила школу, он пригласил ее на свою ферму в северной части штата Нью-Йорк. Примерно шесть месяцев назад Маклин приехал, чтобы побыть с Орли последний день перед ее призывом в Израильские силы обороны. Она настояла на том, что должна сначала отслужить весь срок, после чего готова подумать о свадьбе. «Конечно, я приехал ради Орли», – сказал Маклин на прошлой неделе, сидя в гостиничном номере отеля «Хилтон» в Тель-Авиве. «Она проводит с ним каждую свободную минуту, когда ее отпускают из армии, в то время как он не упускает случая, чтобы позагорать на Тель-Авивском пляже, одновременно давая интервью о своих предстоящих концертах». Конец цитаты. Повторим, самое омерзительное в этой статье – ее позитивный, сочувствующий, благодушный тон. Сам факт того, что такие статьи выходят в свет, поощряет и других потерянных, пустых израильтян искать любви в объятиях неевреев. Государство находится в руках истеблишмента как политического, так и медийного. А этот истеблишмент настолько ассимилирован, настолько чужд еврейских ценностей, что готов ежедневно приносить в жертву своих детей Молоху эллинизма. Израильский гражданин и мультимиллионер Мишулам Риклис, уехавший в Америку, чтобы сколотить состояние, для чего он оставил службу в армии, этот небольшой грех был прощен за большие пожертвования. В мае 1985 года решил посетить свою родину. Мишулам привез с собой три вещи. Чек на 2,5 миллиона долларов для Тель-Авивского музея и фонда, жену, католическую актрису Пию Задору и маленькую дочь Шиксу Кати. Сказать, что израильтяне и эллинисты были готовы расплакаться перед Риклисом в лесте и раболепии, значит не сказать ничего. Человек, сбежавший из страны, выставляющий на показ свою нееврейскую жену и ребенка, стал объектом необузданных комплиментов со стороны таких людей, как мэр Тель-Авива Шломо Чич Лахат и министр Эзер Вейцман. Вот о чем писала 31 мая 1985 года газета Джерузалемпост. Красноречивая благодарственная речь Чича, он доказал свой талант выдающимися успехами в бизнесе и воспоминания Эзера Вейцвана об общем детстве. Его отец ухаживал за моей матерью в Дамаске, временами заглушал плач внуков Риклиса, приехавших из Нью-Йорка со своими родителями и первой миссис Еудит Риклис. Однако все взоры были устремлены на вторую миссис Риклис, 24-летнюю рок-певицу Пию Задору, которая привезла с собой четырехмесячную дочку Кати. И мать, и дочь были одеты в похожие белые наряды. Рок-певица подтвердила, что когда она начала встречаться с ним в 17-летнем возрасте, ее карьера пошла на подъем. Объявив, что было бы нечестно обращаться в иудаизм, Задора решила, что их дочь будет воспитываться как добрый католик. Однако она будет ходить в синагогу по субботам и в церковь по пятницам. Ее любящий муженек добавляет «Почему нет? У меня достаточно еврейских детей и внуков?» Конец цитаты. Что мы читаем в Талмуде? Цитата. «Деньги очистят внебрачных детей. Однако здесь со всей отчетливостью проступают ценности государства в руках светских эллинистов. Деньги и власть уверенно побеждают еврейские ценности, которых придерживались их отцы, которые верили, что эти ценности будут положены в основу нового государства. Между тем, молодежи посылается ясный и отчетливый сигнал. Вы тоже можете разбогатеть, жениться на прекрасной язычнице и снискать почести знаменитостей, если оставите Израиль и преуспеете в золотой стране дяди Сэма. Израильские лидеры уничтожают иудаизм, еврейскость и сионизм. Но нет, каханизм – вот подлинная угроза». По стране расползается рак межнациональных браков и ассимиляции. Речь далеко не только об арабах. Здесь уже и солдаты ООН, и португальские рабочие на аэродромах Негева и добровольцы Кибуцев. Вот лишь несколько историй. Семья Амар из Нарии состояла из двух симпатичных дочерей и молодой разведенной матери. Затем одна из дочерей познакомилась с финским солдатом из подразделения Временные силы ООН в Ливане. И влюбилась. Через несколько недель вторая дочь влюбилась теперь уже во французского солдата из тех же сил. Однажды француз привез своего друга, также солдата ООН, и скоро он завоевал сердце матери. Три счастливые в кавычках еврейки вышли замуж за неевреев из ООН и уехали с ними. Две во Францию, одна в Финляндию. Это еще одна сторона растущей проблемы межнациональных браков и ассимиляции в государстве, утратившем свою еврейскую сущность. Уже около сотни евреек вышли замуж за неевреев из ООН, большинство из которых не перешли в иудаизм, да и израильские девушки не видят в этом необходимости. Сотни других просто живут солдатами ООН, не связанные узами брака, а еще больше обслуживают их время от времени в качестве проституток. Один скандинавский солдат из ООН сказал «После двух трудных недель в Ливане вам нужно немного тепла и любви. Другими словами, вам нужна девушка». Поскольку ливанские арабы убьют любую арабку, которая переспит с иностранцем, оказывать солдатам гостеприимство приходится либеральным израильтянам, что они и делают с помощью Ахнасад Орхим – гостеприимства. Сегодня в Ливане находится около 6 тысяч человек персонала ООН, плюс еще приблизительно полторы тысячи выполняют функции наблюдателей на Голланах. Большинство гражданских работников и многие офицеры снимают квартиру в Израиле, в Иерусалиме, Цфате, Тверии, на Арии. Рядовые солдаты каждые две недели получают длинные увольнительные с четверга по субботу. В это время они и охотятся за еврейскими девушками, что вовсе не сложно, поскольку добыча сама не против. За последние годы сложились определенные места для свиданий. Информация о еврейских девушках, местах и ценах передается из одного подразделения в другое, а слава, в кавычках, об израильских еврейках достигла даже Кипра, откуда солдаты приезжают в Тель-Авив, где девушки и секс доступнее. Этот позор, этот хилулашем осквернение имени в результате банкротства современного сионизма нигде не очевиден так, как в интервью двух чернокожих солдат с Барбадоса газете «Арец» 30 апреля 1981 года. Эдди и Стив вместе с еще одним мужчиной живут в арендованной квартире в Наарии. Вот что они рассказали газете. «В нашей стране девушки не так доступны, как в Израиле. Это как раз то, что нам и нужно. Сначала мы были поражены. Мы не привыкли к тому, что девушка гоняется за парнем и готова лечь в постель с мужчиной, с которым знакома два-три часа. Мы были не знакомы с таким образом жизни, но теперь мы привыкли. Мы продолжаем здесь служить». Оба продлили контракты с ООН. «Мы имеем хорошие деньги и ведем хорошую жизнь. Что может быть лучше?» Конец цитаты. Вот она, картина унижения еврейства и иудаизма в государстве Израиль. «Что это за девушки, которые стремятся во что бы то ни стало запрыгнуть в постель к неевреям из ООН, а по возможности и выйти за них замуж?» В своем большинстве это бедные сефардские девушки из бедных семей. Они видят в солдатах ООН возможность оставить дом и даже страну и начать новую жизнь в другой стране, которую они представляют в розовом свете. Другие просто хотят спастись от скуки, для чего заводят романы с иностранцами. И то, и другое – классические примеры продукта современного светского сионизма, создавшего государство банкрот с точки зрения еврейских ценностей. Отделение иудаизма от сионизма привело к отделению и национализма от сионизма, в результате чего остался грубый материализм и представление об израильском гражданстве, которое качественно ничем не отличается от гражданства шведского, барбадосского и любого другого. Денис Бен Хаим – молодая девушка из Кириат Хаима, что неподалеку от Хайфы. Она познакомилась со своим возлюбленным чернокожим солдатом из ООН в Хаевском клубе Клуб 120. Они стали жить вместе, для чего сняли квартиру в Наарии. Это продолжалось три года, причем солдат оплачивал все расходы. Денис утверждает, что была готова выйти за него замуж, не обращая внимания на мнение родителей и окружающих. «Главное то, что он мне нравился. Я очень хотела выйти за него. Я уже не ребенок, мне 29 лет. Он был со мной добр, баловал меня. Я жила как королева. У нас было взаимопонимание, которого никогда не было в моей семье. Мой отец болен, а мать прошла через много страданий. Проблема была в том, что он не хотел на мне жениться. Он сказал, что хочет подождать до 30 лет. На тот момент ему было 26. «А я ждать не могла, и мы расстались. Мне очень грустно». Конец цитаты. «Не менее грустно и евреям, оплакивающим разрушение еврейских ценностей в государстве, разрушенном светским эллинизмом». Конечно, в Израиле есть женщины, которые раскаялись в своих проступках. Не потому, что у них вдруг пробудилась еврейская совесть, но скорее из-за разочарования в личной жизни. Около 40 израильских женщин, вышедших замуж за неевреев из ООН, уже развелись. У многих есть дети. Да, волнующие встречи по выходным имеют мало общего с повседневной жизнью в браке. В выпуске «Маариф» от 7 июля 1986 года мы читаем. Десятки израильских женщин, уехавших за последние годы в Финляндию к солдатам вспомогательных сил ООН, в итоге остались ни с чем. Некоторых девушек бросили, не выполнив обещания жениться. Другие осознали, что финское общество не в восторге от иностранцев. Конец цитаты. Блуждающие евреи! Блуждающие еврейки! Потеряв якорь иудаизма, они уплыли в бескрайнее море трагедии. Убедил ли их пример других израильских евреек сохранять верность своему народу и земле? Вряд ли. Источник этого зла – проклятие светского материализма, который завладел умами и душами израильтян. Вот что говорит одна девушка. «В конце концов, сколько зарабатывает секретарь? А клерк? В наши дни сложно найти стабильную зарплату. Девушки рады иметь пару лишних лир. Никто не считает это проституцией». Конец цитаты. Но, конечно, это не что иное, как проституция. Более того, это реальность ассимилированного Израиля, которому когда-то предстояло стать еврейским государством. Конечно, самую большую опасность представляет ассимиляция с арабами. Именно это главная трагедия. И снова в центре оказываются сефардские женщины, которые в изгнании никогда не видели ассимиляции и межнациональных браков. Именно они стали главными жертвами преступного израильского эллинизма, который уничтожил в них весь иудаизм и еврейскость. Классический пример – Эдти Давыдова. Семья Давыдовых – благочестивые религиозные евреи. Отец имеет хорошее образование. Они живут в Яффа – городе, который из-за безумства правительства быстро превращается в арабский, как и до 48-го года. Тысячи арабов вступают в браки с еврейками или просто ищут с ними быстрых отношений, что довольно просто. Арабы не служат в армии и зарабатывают деньги, в то время как евреи этого же возраста проходят трехлетнюю службу. Они получают меньшую зарплату, но зато не платят налоги, так что имеют достаточно денег, чтобы соблазнить еврейскую девушку лет 16. Именно в таком возрасте Эдти Давыдова сбежала из дома с 21-летним арабом по имени Ихьяхаруб, жившим по соседству. Они встречались три года, причем она сказала родителям, что ее возлюбленный еврей и его зовут Йорам. Родители же, как и многие другие сефардские семьи, переехавшие в Израиль, плохо представляли Сибириалии своей долгожданной новой родины и не знали о ее опасностях, полагая, что это еврейское государство. Поэтому они совершили ужасную ошибку, разрешив дочери из религиозной семьи учиться в левой светской школе Тихон-Хадаш, принадлежащей прогрессивным эллинистам из Тель-Авива. Эдти встречалась с арабом три года, как и все ее еврейские одноклассницы. В канун нового 86-го года она с двумя подругами отправилась на свидание с тремя арабами. Они задержались на ночь. На следующий день Эдти сбежала со своим возлюбленным и пропала на месяц. Когда ее наконец нашла полиция, она заявила родителям «Я люблю его и не вернусь домой». Вот для чего ее родители уехали из Марокко. Уничтожение еврея, еврейской святости и морали. Осквернение еврея после двадцати веков святости. Шева, еженедельный журнал «Бейр-Шевы», опубликовал рассказ о двух девушках-подростках, работающих проститутками на арабов из Газы, Яфы и Бейр-Шевы. В «Идиотах Ранот» 8 января 86-го года рассказывается о 12-летней девочке из Аждода, которая работала проституткой на арабов из Газы. Еврейская женщина, которую веками прославляли за ее добродетель, возвращается домой в святую землю, чтобы стать ночной бабочкой. Не должны ли мы скорбеть по духовному холокосту в Израиле? Или, быть может, лучше помотать головой в неверии, что в еврейском государстве возможно подобное безумие? В 1980 году 23-летняя еврейская девушка пришла в мусульманский суд города Назарет и заявила, что любит своего парня и хочет обратиться в ислам, чтобы выйти за него замуж. Мусульманский суд обращает ее, и они женятся. В течение двух последующих лет у них рождаются двое детей, после чего отношения ухудшаются. Муж начал ее бить. Распространенное явление, о котором она узнала слишком поздно, и ей приходится бежать от него с годовалой дочерью на руках. При этом она заявляет, что хочет вернуться обратно в иудаизм, одновременно пытаясь оформить опеку над обоими детьми и алименты от мужа. Государство Израиль, еврейское государство, в нарушении еврейского закона, не признающего права еврея менять религию, признает обращение девушки в ислам и компетенцию религиозного суда, который произвел это обращение. А мусульманский суд постановил, что если мусульманин, в нашем случае еврейская женщина, обращенная в ислам, оставляет свою веру, этим самым он показывает свою неблагонадежность, по причине чего не может воспитывать своих детей. Итак, в еврейском государстве еврейские дети отнимаются у еврейской матери и передаются на воспитание мусульманскому отцу, чтобы вырасти мусульманами 31 декабря 1984 года. Мусульманские суды суют свой нос в дела Министерства внутренних дел. Одну девушку, дочь мусульманина из Назарета и американской еврейки, МВД зарегистрировала как еврейку, поскольку с точки зрения еврейского закона ребенок наследует религию матери. Однако мусульманский Кади, проповедник из Назарета, постановляет, что девушка должна быть мусульманкой, согласно мусульманскому закону, который исходит из веры отца. И с гневом требует от МВД пересмотреть решение, поскольку девушка находится в юрисдикции мусульманского суда и норм Корана. Так и произошло в еврейском государстве. Статус еврейской женщины был определен в согласии с Кораном. По мере роста численности арабского населения в израильских городах, эта беда превращается в настоящую чуму. Вот о чем написала группа еврейских жителей северного города Акка со смешанным населением, где в 49 году проживало лишь тысяча арабов. Мы, группа Баалет-Шува, вернувшиеся к традиции, живущие в Акка. Население этого города составляет около 45 тысяч, 18 из которых – арабы. Главная проблема нашего города – ежедневный рост нееврейского населения. У них много денег, благодаря чему они скупают жилье и пустующее строение, причем даже в элитных кварталах, не испытывая с этим ни малейших проблем. Они приезжают из всех окрестных арабских деревень. Ситуация настолько серьезна, что одна деревня, Кирьят-Вольфсон, которая еще 2-3 года назад была еврейской, сегодня почти на 50% состоит из неевреев, а еврейское население состоит из многодетных семей, живущих бок о бок с арабами и испытывающих на себе их влияние, поскольку дети играют и дружат друг с другом. Соответственно, в шаббат, вместо того, чтобы идти в синагогу, дети предпочитают ходить на пляж или играть в футбол со своими нееврейскими друзьями, а также хотят учиться с ними в одной школе, конечно же, нерелигиозной. В начальной и средней школах еврейские и арабские дети учатся вместе, и также вместе они проводят время в клубах и походах. Разве это хорошо для еврейских девочек? Что еще хуже, так это отток из акка молодых евреев, причем лучших. Когда ты идешь по улице с Тефелин, ты не знаешь, кто тебе встретится, еврей или язычник, потому что каждый третий прохожий является арабом. Очень остро стоит проблема ассимиляции, в частности, межнациональных браков. Каждый день заключается новый брак еврея с неевреем. Недавно одна еврейская девушка захотела выйти замуж за араба, но под различными предлогами ей запретили выходить замуж, а арабу менять веру. Тогда они заключили брак по мусульманской церемонии. И теперь живут, как мусульмане. Если в ближайшее время ситуация не улучшится, отток молодежи из города продолжится, и даже мы, хоть у нас самые лучшие побуждения, не сможем больше здесь жить. В этом городе упорядоченная жизнь в согласии с Торой и Галахой крайне затруднена, а воспитывать еврейских детей посреди язычников и их детей просто невозможно. Конец цитаты. И перед лицом этого духовного холокоста, который лишь усугубится по мере возрастания молодых ассимилированных сабр, лишенных иудаизма, министр образования Израиля Ицхак Навон, одержимо увлечен планами и программами по организации Мифгашим, встреч еврейских и арабских детей, чтобы и дальше развивать их контакты и устранять любые помехи на этом пути. Цель – импортировать в еврейское государство трагедию Америки и Западной Европы. Как бы отреагировало еврейское сообщество Лос-Анджелеса на инициативу своей федерации по интеграции евреев и неевреев в школах и других сферах общественной жизни? Что бы они сказали, услышав о том, что их руководство собирается финансировать следующие программы? Организация смешанных летних лагерей с целью поощрения молодых евреев учиться и общаться с неевреями, чтобы разрушить «борьеры». Программы в еврейских школах, в ходе которых дети посещают нееврейские общины, живут по 3-4 дня в нееврейских семьях и затем приглашают нееврейских детей погостить у себя. Программа интеграции еврейских школ путем совместного обучения еврейских и нееврейских детей в одном классе. Учитывая, что рак межнациональных браков и ассимиляции крадет у еврейского народа сотни и тысячи молодых евреев, несложно представить, какой вопль возмущения поднялся бы. Будь такая программа представлена для финансирования федерацию и объединенный еврейский призыв в Лос-Анджелесе, Бостоне или Канзас-Сити, вне всяких сомнений, не было бы предела в возмущению, граничащему с паникой и бунтом. Но это происходит не в Лос-Анджелесе, не в Бостоне и не в Канзас-Сити. Организованная ассимиляция и разрушение барьеров в кавычках ради духовного уничтожения происходит в этот самый момент здесь, в государстве Израиль, в государстве, которое никогда не было еврейским, максимум государством евреев. Министерство образования совместно с еврейскими фондами приступили к выполнению безумного плана массового духовного уничтожения еврейской молодежи. Правда в том, что вовсе не на вон начал в Израиле этот безумный духовный геноцид, он лишь обострил его. Передо мной находится директива Министерства образования от 1 июня 1982 года. В параграфе 342 под заголовком «Встречи еврейских и арабских школьников» читаем. А. Министерство образования и культуры поощряет встречи еврейских и арабских школьников с целью содействия взаимопонимания и устранения отчужденности. Министерство считает такие встречи важной составляющей общественного образования школьников всех возрастных категорий, в особенности подростков. Б. Важно то, чтобы встречи не носили единичный характер, но проводились сериями из взаимных визитов и совместной деятельности, что позволит достичь поставленных целей. Конец цитаты. Министерство образования даже учредило должность координатора встреч с офисом в Департаменте арабского образования и культуры по адресу улица Паран, Раматышколь, Иерусалим. В этом офисе и начинается трагедия эллинизма, ассимиляции, уничтожение еврейских детей в огне Молоха. Передо мной также находится брошюра Министерства образования за месяц Тишри 5741 года. Тогда министром был религиозный Зволон Хаммер из партии Мизрахи. Она называется «Мы и наши соседи» и предназначена в качестве пособия для учителя для организации школьных обсуждений, и занятий. Тема брошюры – поиск лучшего способа разрушить избранность, отличительность и отделенность еврея. Лучший способ уничтожить еврейского ребенка – вовсе не трубы Освенцима. Но печи Молоха и вся порочность светского сионизма, которую практикуют сторонники еврейского ритуала, скрытые эллинисты в Ермолках, видна в следующей фразе, страница 12. «Мы должны выстраивать общественные отношения между народами Израиля, укреплять личные контакты, разрушать барьеры и пресекать нетерпимые взгляды». Конечно, в брошюре приводится много способов достижения всех этих целей, таких как уничтожение средневековой «нетерпимости», в кавычках, лежащей в основе самого существования отдельного еврейского народа. Так директор школы Башар в Эвен-Юуде и арабский директор школы Бир-Аль-Сиха в деревне Имма описывают совместные экскурсии еврейских и арабских школьников и походы друг к другу в гости. Еврейский директор говорит «Семена дружбы между школьниками обеих сторон начинают давать всходы». «Точно! Но никто не знает, какие ядовитые плоды там придется пожать». В Иерусалиме дети из преимущественно сефардских и традиционных семей Тальпиота отправились на совместную экскурсию с арабами из Бет-Сафафы. Интеллектуалка, рассказывая об этом событии, которое, конечно же, ей очень понравилось, замечает, что некоторые родители опасались, что это может быть опасно, это может привести к романтическим отношениям между детьми. Я бы выдвинул этих родителей в руководство школы. В одной статье в восторженных интонациях расписываются результаты экскурсии. После поездки дети выражали удивление своим открытием, что арабы оказываются такие же, как мы, и хотели продолжить практику подобных мероприятий. Конец цитаты. В статье о летнем лагере на пляже Герцлии рассказывается о совместных религиозных, в кавычках, церемониях, в которых подросток-еврей делится своими знаниями о ритуалах шабата, которые он никогда не будет исполнять. А арабский подросток рассказывает о посте на Рамадан, который он исполняет и будет исполнять. Когда автор этой статьи, Сион Нахам, описывает визит еврейских детей Герцлии в арабские деревни Тейба и Баки, он пишет следующее. «Каждый арабский ребенок взял еврейского и побежал домой знакомить с ним родителей. Гостеприимство было полным и очень трогательным». Конец цитаты. И вот Министерство образования уже финансирует все эти мерзости, которые ведут не к «миру», в кавычках, но к еврейско-арабским бракам, еврейско-арабским сожительствам, еврейским проституткам, работающим на арабов, ну и, конечно, к полному краху всего, что значимо в еврействе и иудаизме. Высшая ирония в том, что заблудившиеся и болтливые сионисты никогда не смогут объяснить своим детям, почему они должны быть сионистами или евреями, а не просто людьми. Почему нужно иметь еврейское государство, а не демократическую светскую Палестину, в которой не будет различия между арабами и евреями. Более того, что скажет израильский солдат, наученный сражаться с арабским противником, после того, как сходит в гости к Ахмету или Мустафе и по наивности подумает «Это хорошие арабы, зачем мне учиться воевать с ними?» Месяц назад я был в Негевском городе Сдерот и целый час пытался обратить в еврейство директора местной школы. Эта школа как раз перед этим отправила 20 сифардских детей из традиционных семей на 4 дня в арабскую деревню Тайба. Затем планировался ответный визит. Директор школы, образцовый эллинист, продукт светской сионистской ассимиляции, не мог понять ни слова из того, что я говорил. Мы были словно из двух различных миров. И это действительно так. Вот она истинная борьба в современном Израиле. Борьба между евреями и эллинистами за еврейскую душу наших детей. А больше всего пугает издевательская враждебность эллинизированного еврея. В почти полностью сифардском городе Бейт-Шаан, что в Иорданской долине, где когда-то все семьи были религиозны, местная светская школа запустила программу встреч между арабскими и еврейскими школьниками. Сифардский главный раввин Илья Гукоен умоляет директора школы остановить эту программу. Цитата. «Родители рассказывали, что в их деревнях дети ели арабскую пищу. И я ужаснулся, — говорит он, — есть галахическое постановление верховных раввинов Израиля, запрещающее родителям посылать детей в школы на такие мероприятия». Конец цитаты. Директор ответил главному раввину, что такова директива Минобразования в рамках проекта «Образование для демократии». Раввин Куэн к своей вечной чести лично восстал против этих встреч. Он созвал десятки родителей и сказал им, что если они не положат встречам конец, появятся смешанные пары Рахиль и Мустафа. При этом он запретил посылать детей в светские школы. Об успешности его начинания говорит хотя бы тот факт, что вскоре в селение прибыл лично генеральный директор Министерства образования Элеезер Шмуэли, один из главных борцов за разрушение барьеров между евреями и арабами, барьеров, единственно способных защитить евреев от ассимиляции и межнациональных браков. Он яростно напал на Равина со словами «Еще не было случая, чтобы Равин занимался поляризацией светского и религиозного». Газета «Хадашот», один из главных врагов религии в Израиле, поместила издевательскую статью под заголовком «Упаси небо, еврейские дети в арабской деревне!» Я хочу положить конец таким явлениям, как совместный проект для еврейской молодежи из Кириат-Аты и арабской молодежи деревни Рама, который финансируется Министерством образования на деньги реформистской мерзости, известной как «Практиканты за мир». Я хочу ликвидировать фонд совместного еврейско-арабского лагеря в кавычках в деревне Мейершфея, организованный реформистским движением на средства Минобразования. И я никогда больше не хочу читать такие статьи, как следующая. «Иерусалим, 27 июля. Около 9 тысяч школьников из арабского сектора отправились в летние лагеря, организованные Молодежным департаментом Министерства образования и культуры. Также организованы смешанные летние лагеря для еврейских и арабских школьников». Конец цитаты. Я никогда не хочу читать такие статьи, как та, что вышла в газете «Идиот охранот» под заголовком «Эрец сидит рядом с Самиром и Ирид, рядом с Хасаном». В статье рассказывается о совместной еврейско-арабской группе детского сада. После трогательного описания мессианской эры описывается реакция двух еврейских преподавателей. «Они были настолько тронуты картиной танцующих детей. Невозможно сказать, кто еврей, а кто нет, сказали они». Вот она, истинная цель всей программы. Программы, созданные эллинистами, мучимыми сомнениями, комплексами, виной и ненавистью к себе, чтобы уничтожить источник своей вины – существования отдельного еврейского народа. И вот почему они уже не стесняются в средствах ради разрушения уникальности иудаизма и еврейского народа. Впервые в израильской истории министерство образования запрещает раввинам выступать в школах об иудаизме и необходимости вернуться к нему. Об этом 2 июня 1986 года писала идиота Харанот. «Впервые в истории израильской образовательной системы министерство образования активно сопротивляется движению возвращения к иудаизму. Генеральный директор Ильязар Шмуэли прямо запретил говорить о возврате к иудаизму, будь то на курсах иудаизма или в рамках любой другой деятельности. Это решение было принято министерством после длительных обсуждений в Комитете Кнесета по образованию, в который поступило множество жалоб от родителей и учителей на раввинов, которые призывают вернуться к иудаизму в светских школах. Отныне раввинам следует осторожнее подбирать выражения. Если они попытаются призывать к возврату к иудаизму в светских школах, они будут выдворены силой». Конец цитаты. Что можно ответить на это безумие? Министерство образования видит молодежь, лишенную всякой еврейскости, всяких ценностей. Оно видит, что у молодежи нет идентичности. Она бесцельно бродит в подьмах, угрожая самому существованию государства. И какое предлагается решение? Запрещается призывать вернуться к иудаизму в школах? Конечно, причина такого шага очевидна. Израильские эллинисты, нагие и не способные дать своим детям ответ на вопрос, почему они должны быть сионистами, евреями, прекрасно знают, что этим ответом располагают их злейшие враги, религиозные евреи. Они предпочли бы, чтобы государство скорее пошло ко дну, чем стало религиозным и еврейским в духе их отцов. Именно поэтому тот же мэр Геватайма, что призывал убить их, членов движения КАФ, пока их еще мало, практически превратившись в еврейского антисемита, запретил разместить объявление религиозной группе, которая собирается в Геватайме для помощи ищущей молодежи. Несмотря на то, что эта группа имела полное право на коммерческой основе разместить объявление, ей было сказано, что для него нет места. Тогда находчивые религиозные евреи отправили в муниципалитет женщину с объявлением о лекциях по йоге, и место, естественно, тут же нашлось. Когда руководитель религиозного совета выразил мэру Ицхаку Ярону протест, ассимилированный мэр Геватайма ответил следующее. «Эти лекции – не что иное, как деятельность миссионеров, стремящихся сбить с толку юноши и девушек и заманить их в сеть возвращения в иудаизм. Мы сделаем все возможное, чтобы поймать это насекомое, отравляющее наши колодцы, и выдворить из наших пределов». Конец цитаты. Язык этого письма невероятен. Человек просто одержим. Одержим ненавистью, в первую очередь, к самому себе, причем настолько сильной, что вполне способен уничтожить тех, кому ненавидит. Когда в Кнессете я выступил с предложением отменить финансирование всех проектов минобразования по смешиванию евреев с арабами, я обратился к министру образования, бывшему Сефарду, а ныне эллинисту, и сказал, «Вы – член иракской еврейской общины, которая две с половиной тысячи лет хранила пламя иудаизма, как вы можете принимать участие в разрушении иудаизма?» Если бы здесь был ваш дед, что бы он вам сказал? Вместо того, чтобы как следует поразмышлять, он побледнел, как снег. Вместо того, чтобы смыть свои грехи делами, он побледнел, исполнившись виной, злобой и ненавистью. Не ответив на мое возражение, он просто снял предложение с повестки. Это был Навон, о котором мудрый царь Соломон сказал, «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». Однажды еврейское телеграфное агентство сообщило, «Подавляющее большинство родителей отметили, что главной причиной, почему они отправили детей в лагеря еврейской общины в США и Канаде, было желание укрепить их еврейскую идентичность». Конец цитаты. Согласно официальной формулировке эллинистов из израильского минобразования, смешанные лагеря в Израиле призваны бороться с расизмом и за демократию. Я призываю американских еврейских родителей при выборе для своих детей еврейских лагерей руководствоваться расизмом и антидемократическими идеалами. 5 февраля 1985 года президент Совета Еврейских Федераций Шошана Кардин объявила, «Еврейская идентичность и связь поколений в настоящее время являются предметом озабоченности во всем мире». А бывший президент Совета Мортон Мандель сетовал, «Евреи не поддерживают свою солидарность и самоопределение – что за российский антидемократический вздор?» Круг замыкается. Евреи изгнания борются за то, чтобы оставаться евреями, в то время как эллинисты государства Израиль стремятся быть, как все прочие народы. С ними что-то не так. Израильские евреи хотят быть «ихол-хагоин», как все народы. Евреи изгнания борются за то, чтобы оставаться «бэхол-хагоин» посреди всех народов. Повторимся. В древности народы Ханаана бросали детей в огонь, чтобы ублажить богом Молоха. «Устроили капище Ваалу в долине сыновей Энномовых, чтобы проводить через огонь детей своих и дочерей своих в честь Молоху». Конец цитаты. Видя осознанное уничтожение еврейских детей в Израиле, зададимся вопросами. Кто спасет нас от самих себя? Кто спасет наших детей от нас? Нас, проводящих их через два огня, освенцима в изгнании и минобразования в государстве язычествующих евреев. Да, мы пожинаем плоды светского сионизма, мечты еврейских язычников, жаждущих отделить иудаизм от еврейского национализма, чтобы гарантированно уничтожить последний. Светский сионизм постиг крах, и его эпитафия – это улица Дизенгов, это еврейские христиане, это еврейские женщины с арабскими мужьями, это евреи, эмигрирующие из еврейского государства в золотую страну Калифорния. В тот день, когда иудаизм был отделен от сионизма, последний превратился в пресный, пустой, бессмысленный, уродливый светский национализм, он умер в день своего рождения. Посмотрите в лицо реальности.